На утро 9 апреля в Кыргызстане заражены коронавирусом уже 280 человек, из них 34 медика. Врачи, медсестры, медбратья, другие работники больниц, инфекционисты, в том числе четыре сотрудника, госпедемнадзора. Предположительно, эти четыре специалиста могли заразиться во время обхода контактных лиц, ведь работа их заключается в том, что эпидемиологи выезжают на очаг заражения, находят контактных лиц зараженных, а также проводят дезинфекцию. Ранее Минздрав обещал медработникам выплатить компенсации, которые при исполнении служебных обязанностей заразились коронавирусом. Однако вице-премьер-министр Кубатбек Буронов предположил, что медработники Аша заразились коронавирусом не от пациентов, а от коллеги, которая была в Аджитое. Так как детский инфекционный стационар в Аше был закрыт 8 апреля в связи со случаями заражения коронавируса медицинского персонала. Однако врач детского инфекционного стационара в Аше Тамила Нуркамилова, у которой был выявлен коронавирус, опровергла слова вице-премьер-министр и попросила помочь ей избавиться от ложных обвинений. Ее обращение опубликовала пользователь фейсбука Акбулак Дюмалиева. В письме она опровергает сказанные и излагает свою версию произошедшего. Сегодня стало известно, что замминистра здравоохранения ушел в отставку. Как он пояснил, написал заявление по собственному желанию. По его словам, недавно у него гипертонический криз, и работа требует высокой активности и нервов. «Я считаю, что для такой должности требуется человек с крепким здоровьем, в ущерб государству, в ущерб себя и не должен работать. Я был рад работать бок о бок в трудный момент со своими коллегами», – сказал он. Тулей Исаков отметил, что намерен работать в любой должности вплоть до рядового специалиста. Новым заместителем министра здравоохранения стал Нурбулут Усенбаев. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. Неожиданно вернувшийся в Кыргызстан зима уже начала создавать немало проблем. В Бишкеке деревья падают прямо на автомобиле. Пользователи социальных сетей делятся последствиями сильного снегопада. В мэрии столицы призывают горожан вытащить теплые одеяла и включить обогреватели. Также при решении возникших вопросов в муниципалитете указали номера круглосуточного колл-центра «Северэлектро». Это 1209-0772-0012-09. В Бишкеке неизвестный украли платежный терминал с крупной суммой денег. Об этом сообщил Бахрам Турдокулов, потерпевший 24 кг. По его словам, платежный терминал украли во время комендантского часа в ночь с 6 на 7 апреля в 2.26. Терминал расположен на пересечении улиц Абдрахманова и Бакамбаева. В нем было 65 тысяч сомов. Отметим, ранее комендант столица Алмазбека Розалиев заявил, что в городе с введением комендантского часа из-за коронавируса снизился уровень преступности.